Бытие И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца. В первый день десятого месяца показались верхи гор. По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще семь дней других. И опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время. И вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще семь дней других и выпустил голубя. И он уже не возвратился к нему. 601 года к первому дню первого месяца иссякла вода на земле и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел. И вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца земля высохла. И сказал Бог Ною, «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из скотов и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok